С 1928 года начало свою историю во многом уникальное военное учебное заведение, которое сегодня знают не только в России, но и во многих странах мира. За 90-летний период своего существования оно подготовило десятки тысяч специалистов. 40 его выпускников были удостоены высокого звания Героя Советского Союза и Российской Федерации. Праздничные мероприятия по случаю 90-летия Вольского военного института материального обеспечения 21 февраля начались на плацу торжественным построением. На нем заместитель министра обороны России, Герой России, выпускник 1976 года Дмитрий Булгаков вручил начальнику института генерал-майору Сергею Рихелю высокую награду – грамоту Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации. Приказ о награждении подписал Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин. Принимая грамоту Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации, разрешите заверить вас в том, что личный состав Вольского военного института материального обеспечения всегда будет следовать девизу. Девизу, получусь! Дмитрий Булгаков передал вольчанам поздравления от министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу и отметил, что такой высокой награды впервые удостоен в ВУЗ, готовящий специалистов материального обеспечения. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в учебе и святом служении Отечеству. Слава нашему родному училищу, Вольскому военному институту. Слава армии России. Слава нашей великой Родине. Ура! После торжественного марша офицеров и курсантов празднование продолжилось в клубе ВИМО, где череду поздравлений и награждений продолжил сам Дмитрий Булгаков и присоединился к нему заместитель председателя правительства Саратовской области Василий Разделкин. Юбилей Вольского института – яркое свидетельство поступательного развития ВУЗа, который стал современной образовательной площадкой по подготовке специалистов для вооруженных сил Российской Федерации. Здесь сформирован сильный коллектив преподавательского и командного состава. Накоплен уникальный опыт обучения курсантов, воспитания настоящих патриотов Отечества. Примите слова искренней благодарности за вашу преданность военному делу. Профессионализм и высочайшую ответственность желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в служении Родине. На празднике присутствовали министр культуры области Татьяна Гаранина, глава Вольского района Виталий Матвеев. Почетные награды разного уровня, медали и знаки отличия, благодарственные письма в этот день получили офицеры и преподаватели, сотрудники военного института. Коллектив военного института сегодня – это верность лучшим традициям служения Родине. Особенность этого училища заключается в том, что оно было и есть на сегодняшний день одно единственное для всех вооруженных сил и силового блока нашего государства. Интересно то, что я учился здесь, в этом прославленном городе Вольске, поэтому училище в том виде, который мы есть сегодня, ее сравнивать с тем периодом нельзя. Мы очень здорово получили свое развитие. Но мощь и главное того, что училища всегда работали, професско-преподавательский состав высшей квалификации. Праздничная программа включала в себя кадры истории учебного заведения, эффективно дополненные выступлениями офицеров и курсантов, символизирующих военный институт сегодня. Молки сидят стеной, красиво держат строй, и гордо шелестят камена. Домба передовой, единою судьбой, мы связаны с тобой, друг мой. Служить России судьбой тебе и мне, служить России в удивительной стране, где солнце новое встает, а небе синее. Оксана Бедова, Ольга Трифонова, информационный центр «Вольская жизнь».